доброе утро всем скажи всем привет скажи всем привет привет что-то хотела умное сказать но как всегда забыла короче по телевизору только говорят про эту прививку новую которую вчера всех сбудоражила вечером что вот в декабре уже будут ее там типа делать уже кому надо потому что кому не надо делать будут не скоро еще ну я в принципе и не спешу ее делать с подружкой сейчас тоже переписывались она сегодня от гриппа сделала вот кстати от гриппа прививки у нас бесплатные нас вообще все что касается больницы если вас направили врачи то это все бесплатно в больнице ничего не платишь ничего не несешь там все тебе бесплатно делают и лекарства за лекарства вот я плачу какие-то там копейки я не знаю как это все вычисляется но они не совсем бесплатные но и платишь там копейки за лекарства да все хватит вот он на прививку мне завтра что-то я хотела сделать в умное но не помню приехала в лиддл нас видите киаби закрыт спринтер закрыт этот спаси указ и закрыт открытого только не дам там вот китайский тоже закрыт так не там кое-что надо купить поэтому и душу видал хотела каштаны купить а что-то их нету нет а вот вот они как и нету вон сколько 389 сейчас буду выбирать каштанчики я уже дома сегодня я буду знаете что кушку селёдка то у меня была пол селёдочки . я вот у меня картошка есть такая замороженная уже готовая вот а я чек чек где он может быть в сумке наверное вот я сейчас сделаю все картошечку а и ну естественно мой супец в принципе немного всего купила опять себе вкусняшек всяких смотрите шоколад белый ну здесь 40 процентов какао обычно белый шоколад всегда без какао тут вот видите какой-то новый шоколад рубль 49 стоит плиточка вот все-таки реклама двигатель торговли чтобы не говори я подписана на на инстаграм на лиддл и вот они там все это рекламируют вкусняшки блин как потом уснуть никак только идти вот купила попробовать и вот такую шоколадку мусс рубль 09 она вообще дешевая вот такой вот с этим с бананом мне вкусняшки вот крем-брюле взяла на после обеда я люблю сладенькое вот зима крем-брюле никогда не пробовала знаете но есть крема каталана даже с каким-то пакетиком смотрите что это за пакетик это может быть знаете канела вот это моя нелюбимая которая или что надо слушать обалдеть уже надо инструкцию читать как это все есть ну надо же а я обычно всегда вот это вот сразу выбрасываю сейчас вот почитаю на рубль 49 стоит вот две штуки так вот такое вот варенье это я тоже для вкусняшек взяла помните у меня в аппе были я покупала в маркадоне ну твою мать вот муж объелся груш вот открытой стороной у меня там был этот он взял и вот так вот поставил ну все как говорится наперекосяк делать вот все как как я не знаю маленький ребенок а ну куда лезешь мои вкусняшки все вот кверх жопы сегодня стала цветок повален я говорю ну как ну как ты его повалил ну как он слишком высокий я говорю чё теперь его валять надо меня аж взорвало с утра землю убирал я сейчас уберу я вури не надо иначе вообще все мне тут перелопатишь все переломаешь все переделаешь не трогай не подходи даже не смотри ну ну видишь же с одной стороны закрыто с другой открыто ну какого хрена вот так класть ну простите меня господи я блин злая с утра не срамша мне еще знаете что пмс ну хорошо хоть в печенье вперед в эти в общем вот вот эти печенья я их намажу вот этим вареньем так что дальше каштаны как статья 700 грамм 750 грамм они у меня на 293 тоже сейчас поджарю 3 банк 3 хлебушка тоже мужу вот такие они маленькие 18 копеек стоит смотрите взяла тофу не знаю ну тоже реклама двигатель торговли что с ним делать вижу всякие супы и делают и жарят и парят вообще пишите в комментариях вы пробовали такое или нет потому что я не пробовал но очень хочется я вообще люблю все новое попробовать чтобы вот не знаю вдруг вкусно будет и вот буду теперь лазить по рецептам но если у вас вдруг есть рецепт какой-то проверенный вы не обязательно напишите тофу но это типа для вегетарианцев заменитель сахара правильно говорю 99 копеек вот такой кусочек и вот тоже мужу взяла чу рису и сальчичу рубль 49 стоит вот тут вот такой пакетик там у меня уже картошка зажаривается селёдочка готова супчик сейчас разогреть и у сел в общем написано в духовке подогреть посыпать вот этим я так думаю что это сахар подождать три минуты потом есть самый вкусный это вот это вышла сейчас гулять на улице никого вообще надо было сразу так сделать в марте тоже ну конечно я не знаю это радикальная мера закрыть все но не все а вот бары и рестораны и магазины это вот основные места где люди шатаются дам потому что сейчас хоть и можно куда-то выходить но на улицах вообще почти никого нету машины кроме машин там перекресток такой был вот и муж сегодня тоже говорит вообще в городе никого нет а то вот раньше помните у нас сделали восемь часов можно выходить гулять и все толпами пошли гулять магазины не пойдешь бары не пойдешь иди гуляй во сколько ты хочешь ни с кем не встретишься потому что смотрите никого нет никого тут обычно всегда сидели люди у нас на вынос еду можно заказывать и магазины тоже работают ну вот онлайн покупки даже у нас вот в городе небольшие магазинчики такие по телефону можно заказать хоть как-то чтобы выжила выжили люди конечно я но я смотрю что это везде так везде то есть знаете как бы одно успокаивает что ни одна испания так как даже есть страны в которых все еще намного хуже и у нас сегодня целый день говорят про вот эту вот прививку и вот это у нас главный по здравоохранению в общем сказал что в начале года уже будут прививать людей ну там старшие 65 лет кто санитарный ну в принципе оно так и надо и что прививка будет бесплатно для населения так что хотя бы знаете тех кто находится в зоне риска про про оперировали прокололи 2 2 прививки нужно будет делать а еще есть не слушала что в европе русской прививки нет и не особо доверяют почему-то хотя типа путин утверждает что она тоже очень хорошая и в общем мы посмотрим что будет ну хоть какие-то новости хорошие пока вот так вот к на море наверное пойдем сегодня опять здесь затоп а мужики идут может мы их пропустим пускал мужик женщин пускание идут и нам покажут дорогу ага точно все завали взыва это учебный уже идет за тобой с каждого нафиг прошлый раз он утонул сейчас идет за следом там вот видите все пляжа не дойдешь мужик там женщины идут они как-то не туда прошли они уже обратно идут может быть они уже знают куда смотри вон за ними давай наблюдать так что это я не помню за это ну-ка ну-ка он ведь объясняет а смотри прыгнул ой она утонула он прыгнул она утонула ой все утонули ну чарли вообще ушел скажет идите мы в баню ой смотри вон она нашла это как прыгать я за ней я даже ее снимаю ее действия камушек клади мы сейчас тоже туда пойдем вот я если что обратный путь все засняли давай давай в общем мы идем где проложено уже тропы что за фигня почему здесь все топится затапливается мужик тоже давай его пропустим смеемся свечу сам тоже не знает как проходить мы тоже видели короче вот тут как-то о дожди мая чай не нормально нормально да да давай ну все пришли все время снимаю на инстаграм в море а в youtube забываю ухи мячиков аминили в лапах и там на папином месте сидишь дома я рыба сладкая да вот так он сидит вот так он сидит король я уже сходила в душ хорошо так погуляли только так стемнело быстро что я даже и что-то как-то в темноте домой пришла мне осталось самое главное самое нудное самое трудное это надеть пододеяльник одеть пододеяльник на одеяло терпеть ненавижу это дело пододеяльник и одевать это вообще какая-то трудоемкая работа особенно на двухспальное одеяло еще как-то на однушечку и можно как-то а вот на двухспальной это жесть конечно вот но ничего мы это преодолеем это разве преграда на нашем пути нет конечно вот пойду я сейчас себе чаю какого-нибудь рейбуш наверное заварю и все и все друзья а с вами буду я прощаться до завтра завтра у меня прививочка я не люблю всякие уколы я прям просто их ненавижу для меня какое-то взятие из пальца кровь уже память теряю падаю в обморок в общем короче жесть ненавижу я эти все медицинские процедуры а надо ну ладно переживем так что будьте в курсе внимания а как быть в курсе внимания это обязательно нужно подписаться нажать на колокольчик и конечно же написать комментарий как вы там как у вас жизнь все ли у вас хорошо болеете ли лист или здоровы будем надеяться что все здоровы живы вот богаты ну как-то или стремиться к этому берегите себя и встретимся завтра всем пока пока